Врачи детской больницы бьют тревогу. Электронные сигареты вредят здоровью, однако пользуются огромным спросом. И хоть это и нелегально, курят их в том числе подростки и даже дети. Сейм уже начал работу над ограничениями. Юлия Бит расскажет подробнее. Наравне с обычными, электронные сигареты абсолютно легально продаются по всей Латвии. Например, это магазин в Старой Риге. Этим вечером тут немноголюдно. Вот один из покупателей. Так называемые вейпы курят два года. Это так, садишься, куришь, идешь куда-то, берешь с собой и куришь, куришь, куришь. Особо и не считаешь сколько. А прохожий с электронной сигаретой в руке курит их уже 15 лет. Перешел с обычных. Я так, для своего удовольствия. Так могу и не курить, могу и курить, но мне без разницы, честно так. А со вкусами с разными или обычными? Да, разные вкусы. Мне без разницы, честно. Арбуз, ананас, что угодно. По закону, продажа электронных сигарет в Латвии разрешена лицам, достигшим 18 лет. Как говорит продавец этого магазина, правда не на камеру, у молодых людей всегда проверяют документы. Однако, в детской больнице говорят, что нередко вейпы курят и несовершеннолетние, и даже дети. Если мы поговорим с детьми, тогда фактически все знают кого-то из друзей, даже в маленьком возрасте, там 10-12 лет, что не только попробовали, что ежедневно курят. Это происходит в школах, это происходит в школе в туалете, потому что запах гораздо меньше. Мы можем почувствовать, как обычные сигареты. Поэтому это так и может быть, что учителя, сотрудники школы это не замечают, но дети сами знают. По словам врача, часто курящие родители своим поведением подают пример ребенку. И, по сути, своими же действиями повышают его риск сердечно-сосудистых, онкологических и легочных заболеваний в будущем. Сравнительно недавно у нас был мальчик, который, как оказалось, начал курить сигареты с 12 лет, но к нам, сейчас у него 14, его привели с острой интоксикацией никотина, потому что он за день прокурил несколько сигарет и еще употреблял эти никотиновые подушечки. И он был в достаточно серьезном состоянии. На этой неделе идею ограничить распространение вейпов рассмотрела комиссия Сейма по социальным делам. Депутаты единогласно решили, что работать над ограничениями нужно. Какими именно они будут, пока не ясно. Сейчас это трудно сказать. То, что будет запрещено, например, на производство или в какой мере, это, я думаю, уже будет дискуссия в Сейме. Продолжить рассматривать ограничения для электронных сигарет Сейм должен будет уже в начале следующего года.